окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате saint qatar запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше мистическое приключение напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик мы с вами находимся около полицейского участка и нам нужно отправляться в замок грим вальда вот сюда а грим гримальда гримальда ну вот как он называется значит мы сейчас отсюда просто топом вот сюда так стоп нет нам нужно получается налево вот сюда туда если мы пойдем мы придем домой к детективу он нам примерно так объяснял так бы надо где-то там неудобно что камеру нельзя дальше чуть продвинуть не видно его за портретом даже а да вот и замок вот только сможем ли мы попасть внутрь можно сюда заглянуть это выступающая часть моста не может быть ошибкой архитектора она служит конкретной цели именно с этой площадке людей сталкивали в бездонную пропасть ну да замечательное место стоит чтобы совершить ритуальное самоубийство оттуда вас смотри чё ты сюда топаешь обратно вот там можно и гору рассмотреть темный безжизненный и окутанный тошнотворно густым туманом точно труп саваном я чувствую исходящую от него угрозу даже не приближаясь три пика юдава отравленный венец безбожника взирающего сверху вниз на разоренные земли и голодающих людей такие безбожники это просто гора просто так понял три горы а ты даже в этом какой-то символизм видишь да просто три горы ну или гора разделенная на три части там как-то толком отсюда не видно даже что там как заперта такую тяжелую дверь невозможно взломать так слушайте а что нам делать вот теперь вопрос на миллион а что нам делать потому что больше там и сделать в принципе ничего и не можем поговорить с викторией нам нужно обследовать замок я должен найти замок гримальда и выяснить что произошло прошлой ночью узнать все про несчастные случаи с человеком в желтой маске кто был этот человек почему виктория столкнула его с крыши так но это пока что мы тоже ничего не можем сделать да вопрос вопрос в итоге что у нас при себе вообще есть стоп ключ а нет ключ это же в гостинице что-то открыть на всякий случай попробуем то нет из этого ничего не получится само собой распятие но стрейдж какая странная мысль но кто знает посвистеть из этого ничего не получится так чёрт его знает может просунуть под дверь записку нам ее откроются стр да мысли странно слушать а я даже не знаю а я даже не знаю тогда что здесь можно сделать тогда я даже и не знаю может быть нам как-то сюда можно попасть с другой стороны хотя вряд ли вот через лес пройти как-то вот так вот в лесу мы там вроде где-то бегали но по моему прохода нигде не нашли дверь слушайте я даже не знаю может быть сходить к хатуру в гостиницу туда опять не в гостиницу смысле как ее в эту психушку что делать с дверью я не знаю абсолютно ну попробуем сходить к хатуру потому что даже не знаю либо детективу идти либо еще туда по моему можно было пройти куда-то да беги что побыстрее да беги что побыстрее так ну давайте можете сюда куда-то зайти поговорить с кем-то хотя но толку что мы просто поговорим нам же нужно как-то дверь открыть то есть нам либо ключ какой-то нужен либо я даже не знаю так стоп а вот сюда вот туда это мы придем карсену туда это мы придем черти знает куда сюда да вот сюда стоп а в лабиринт мы можем зайти давайте просто попробуем любопытно ведь или он скажет что нет мне туда не нужно на кустарники ядовитые ну да ты это нам уже говорил ключ хатура куда-то он должен подойти по любому заперто подождите а мы это прям может вот так мне стоит получше обдумать это решение так так ключ что ли не отсюда во а куда же что там про него было сказано ключ хатура может его гости гостиничного номера подождите а где у нас гостиница гостиничный номер здесь что ли где-то я про гостиницу что-то не помню так каким путем мне пойти да через лес давай какая разница так чисто пока мы здесь давайте еще раз пробежимся здесь осмотрим может найдем другой путь в замок так вот если мы сюда кстати пойдем это мы куда придем я не помню а здесь мы пиявку брали туда мы пройти не можем никак нет к сожалению по моему впервые за игру вот такая вот растерянность потому что до этого все было очень скажем так линейно то есть четко понятно вот сейчас туда нужно потом туда потом туда а вот так можем туда пройти можем туда давайте по порядку а вот сейчас похоже эта тропа никуда не ведет все что я вижу это гнилые стволы деревьев и кочки ну и и вперед по ним так а зачем тогда нам дают возможность как бы пройти туда но идти он не хочет странно вот сейчас как то вот непонятно река посмотри на реку хена проклятая река безжизненно несущая погибель может мы теперь сможем понять где мы находимся на карте вот это вот где то она вот тут мы где то вот вот может все таки мы как то сейчас перейдем через реку вот туда допустим и придем к гримальду туда можно туда можно пройти так ну давайте допустим вот туда я вообще эти места не помню кстати мы здесь были камни какие странные камни они словно шрамы от давно забытых битв интересно какие силы придали им ту форму которую мы видим сегодня стоп а мы здесь были здесь дверь ну давайте у нас есть ключ давайте попробуем вдруг откроет я хотел бы найти хоть какой нибудь аргумент в общем чтобы использовать ключ здесь ток не отваживаюсь на это нет черт его знает где мы вообще находимся сейчас но получается что здесь мы были хорошо а что тогда здесь так что еще раз вилка нет сюда пройти нельзя мы пришли оттуда пойдем дальше сюда так здесь мы были действительно я помню но только что толку деревья мы осматривали кустарник мы осматривали так пройти точно нельзя никуда туда он идти не хочет виселица сотворенная природа и свято-катарская долина наверное немало людей расстались тут жизнью ну да некоторые он до сих пор висят ммм какая у них странная зловещая форма похожа на колонию окаменевших гигантских пауков может в этом месте нужно посвистеть я не могу понять зачем нам свисток смерти что он вообще делает предположительно если его использовать этот жуткий маленький череп должен отпугивать демонов поблизости не выпаде я сюда мне в голову такое никогда не пришло нет не хочет тогда я не знаю зачем это место может потом как-то нужно будет сюда прийти что может быть стой стой говорю сюда беги может пройти сюда чуть-чуть он куда-то вниз сможет пройти нет сюда он даже не хочет идти сегодня мы с вами бегаем в раздумьях мы заблудились мы потерялись мы не знаем что нам делать круг можно круги использовать свисток распугать всех демонов в округе я не отважусь на это да что ты боишься свисток посвистить посвистеть ладно так ну там арсен находится так что в принципе получается что лес мы весь полностью осматривали только не по не попали в землянку там одну так вот это ж у нас гостиница да вар не это просто трактир или здесь и гостиница извините а чё хотите хм может ему показать записку виктории а что за история связана с окном которое заложено кирпичом какие-то крысёныши поводились пробираться сюда и воровать у меня в перелугке по ночам хоть глаз выкали и это их привлекало а я не мог вычислить кто это поэтому решил отравить еду это сработало и на какое-то время кражи прекратить прекратились но потом незваные гости стали снова наведываться и я сказал что с меня хватит стены самое действенное средство они отделяют нормальных от психов а богатых от бедных всем нам нужны стены благодарю за рассказ сэр на самом деле я хотел узнать о листках с записками в стене ну разумеется разумеется вы хотели что еще вас интересует на самом то деле я храню их потому что они меня забавляют как так меня смешит то как слабые жалки мои земляки и мне весело читать их особенно те что обращены к богу у вас какие то проблемы с верой по вашему я похож на овцу он сумасшедший нет не похожи это правильный ответ священник правильный ответ я не священник я не дурак ну по поводу овцы он имел конечно же в виду не именно овцу а выражение овцы и пастырь то есть ему поводырь по сути не нужен некой пастырь который бы его пас он не овца а по поводу еды отравленной то он очень даже классно придумал отравить еду чтобы воры просто перетравились кто там ее ворует и все ладно давайте покажем ему записку виктории вдруг действительно как то нам поможет вы когда нибудь видели это что это за знак а что это язык тогда забудьте про текст а что насчет рисунка это глаз весьма особенный глаз никогда раньше не видел уверены думаете я вру уберите это от меня ладно извините я не думал что вы врете чтобы это вдруг так ну давайте мы тогда может быть эту записку еще надо кому-то показать так слушать а где гостиница находится я подождите что то не понял вот это вот что такое здесь вроде книжный магазин или что-то библиотека какая-то можно поговорить с вот этой вот еще продавщицы сувенирной продукции может быть она нам что-то скажет по поводу этого символа почти ничего не разобрать здесь должно быть написано святый катар а это должно быть герб хорватии шаховницы так ну сюда мы даже войти не можем давайте значит поговорим с как ее зовут Ида по-моему потом здесь осмотрим а то сейчас действительно у меня даже как-то вариантов особо и нет мадам мадам здравствуйте появились реплики хорошо по порядку вчера вечером вы впервые встретили Викторию вы шуете наверное я серьезен она была здесь несколько месяцев назад как не может быть вы не знали вы правда ее брат мы были не слишком близки в последнее время она не рассказывала вам зачем сюда приехала в общем то нет то есть я не знаю я не помню детали но кажется она просто бродила по городу я точно помню что она расспрашивала меня о замке Гримальда и точно знаю что она в нем была но в чем дело я должен знать всю правду чтобы разобраться скажите она представилась вам как Петра 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 какое красивое имя но нет она назвалась своим настоящим именем постойте а Виктория ведь ее настоящее имя после всего что я узнал я уже не уверен а вы были знакомы с Яковом Прэнгером наш бывший священник я знал кто он такой но мне ни разу не довелось с ним поговорить а почему я слышал что он пропал многие по сей день числятся пропавшими исчезли без следа словно никогда и не существовали говорят так случилось и с Яковом извините что не могу вам больше ничего рассказать но я и правда ничего не знаю это страница из блокнота Виктории это страница из блокнота Виктории о это на латыни вы не видели его где нибудь раньше это переводится примерно как он убивал пил кровь и пожирал внутренности в аду нет искупления господи будь к нему беспощаден я могу перевести текст но не понимаю что он значит я не знаю почему она это написала странно действительно странно вы не видели это раньше? нет думаю что нет простите ладно она нам тоже не помогла хорошо сбегаем тогда мы еще можем к этой слепой не слепой точнее немой Вере сходить может быть она что-то нам подскажет ну или к детективу по-моему мы еще можем сходить к этому к начальнику полиции если я не ошибаюсь не хочу показаться надоедливым хозяйка потребовала чтобы ее оставили в покое так а спросить ее как бы может она в курсе что это за символ ладно ладно сбегаем тогда к Вере у меня уже просто заканчиваются варианты я не знаю что делать натурально впервые за эту игру такая ситуация я говорил с отцом Генри о Якове я говорил с отцом Генри о Якове правда ли что его прислал в Ватикан? странно но это так а почему вы думаете что это странно? город в конфликте с Ватиканом они к нам не приезжают и мы не поддерживаем никаких связей и вдруг после всех этих лет они присылают священника в этом нет ничего необычного поверьте мне а что насчет Генри? он сказал что Яков никогда ему не нравился что между ними произошло? Яков его ненавидел он говорил мне Генри ненормальный никакого подкода к рассудительности он хочет все и сразу можете рассказать подробнее? я не знаю подробностей Яков скрывал от меня и свои проблемы он скрытный человек со множеством секретов может это одна из причин почему я так люблю его ладно а вот по поводу записки я нашел записку от сестры может вы сумеете помочь мне расшифровать ее? скажите она на латыни и в ней говорится что это значит? он убивал, пил кровь и пожирал внутренности в аду нет искупления Господи будь к нему беспощаден у вас есть какие-нибудь идеи насчет того что это может означать? что-то ужасное и чудовищное похожее на мою жизнь но нет, извините полагаю что нет смысла спрашивать ее о рисунке ладно, прошу извинить меня так, слушайте, а тогда у нас есть еще еще один вариант куда пойти можно вообще к священнику пойти? учитывая что сейчас у нас вариантов нет поэтому будем бегать где только можем можно попытаться пройти мимо церкви там наше главное задача попасть в замок, но я не знаю как там дверь которая закрыта открыть ее мы не можем все, как бы все давайте туда побежим так, а что по поводу гостиницы? где здесь гостиница? о ты кто? а привет юная леди что вы здесь делаете одна? неужели я схожу с ума? она выглядит точь в точь как моя сестра когда мы были маленькими как вас зовут? какой у нее смех противный эй, подождите, куда вы уходите? я должен обязательно найти эту девочку и взглянуть на нее вблизи ну что-то смех совсем на девичий смех не похож это уже смех какой-то старушки заперто, ну само собой заперто что мы пробуем? ключ пробуем хотя вряд ли подойдет посвистеть ей тогда не знаю бюст, чей бюст? может с ним что-то можно сделать? я в растерянности, натурально Иван Котар родился в 1159 и умер в 1218 ну давайте уже зайдем сюда раз уж мы здесь ну я прям не знаю так о, там дверь слева кто вы? вот туда можно пройти для молитв нужно время и место сейчас мы ни того ни другого здесь может быть нужно исповедаться тебе? мне нечего там делать, я безгрешен ну да Иван Котар Иван Котар, его отрубленная голова, бережно хранящаяся на золотом блюде как странно, фигурка Христа не пригвождена к кресту, как и должно быть по канону, но как будто привязана у вас-то быстро получилось, вы можете присмотреть за детьми, пока я внизу сестра? кто вы? я ищу Генри, мы разговаривали вы должно быть Бенедек верно, простите меня, я не хотел вас напугать отца Генри сейчас нет, вам придется прийти в другой раз могу я задать вам несколько вопросов? побыстрее, у меня много работы ээээ, что здесь дети у них еще какие-то есть, присмотри за детьми, говорит, кому? вот это дети, это куклы какие-то, они дети так что-то, что-то меня терзает смутное сомнение по поводу этого места теперь а где девочка, которая была тут минуту назад? какая девочка? она забежала сюда со двора Генри говорил мне о вашей сестре, я не могу себе даже представить, как вы переживаете она открыла дверь и впустила меня возьмите себя в руки и избавьте меня от ваших бредовых фантазий в приюте нет других особ женского пола, кроме меня я видел и слышал ее, неужели жестокая реальность начала сказываться на моем рассудке? значит это приют только для мальчиков? раньше у нас были и девочки, но теперь нет, они все пропали а куда они делись? исчезли, были похищены этими желтыми монстрами под лунными упырями грязные выродки, они хотят нас всех, но юные здоровые девушки, их самая желанная добыча наши бедные малышки, сначала они используют их, чтобы зачать и родить новые души потом пожирают и тех и других а Бог покинул эти места, может их жителям стоит сделать так же? ни за что Катара держал победу и мы это сможем а Бог не покинул долину, это люди от него отвернулись мы должны найти чистую веру и крепиться в ней только тогда мы обретем покой да вы тут все больны, а весь город больной а только Генри и вывода и чудесные церкви разве вы меня не слышали? у меня много работы, да, мы единственные кто обо всем здесь заботится у нас дюжина в монастыре, откуда я приехал и мы едва справляемся, не представляю, как вы это делаете я слушаю Господу и отдохну тогда, когда придет мое время но так было не всегда, в прошлом нам помогало достаточное число прихожан полагаю, с ними случилась обычная в этих краях вещь, они исчезли большинство из них, но не все человек, из-за которого я горю больше других, по-прежнему здесь, но отрекся от Господа безнадежный случай я не могу смириться с этим Рудольф был когда-то уважаемым человеком, образцовым католиком, он активно помогал приходу играл на органе, помогал служить мессе, организовывал для нас мероприятия и вдобавок ко всему прочему еще вел в школе уроки катехизиса я не знаю, что с ним случилось, а Генри не позволяет мне его отыскать они теперь ненавидят друг друга скажите мне сестра а где он живет? а теперь уже не знаю, его дом сожгли до тла, это сделал кто-то из прихожан а как его полное имя? Мойшек Рудольф Мойшек но все знают его под прозвищем Мойша Генри имеет полное право ненавидеть этого человека если сегодня он помогал вам, а на завтра оставил Бога и бросил все а дело не только в этом, Генри говорил мне, что он стал кем-то вроде проповедника и ведет богохульные речи, стремясь отвратить людей от Господа я верю, что он еще может измениться но он имеет право выбора вообще-то ненавидеть нужно тех кто не позволяет кому-то сделать выбор вот кого нужно ненавидеть вот таких вот как вы, товарищи два стоите тут и рассуждаете, какой он плохой, потому что сделал свой выбор разве не опасно позволять детям играть ночью на улице? теперь вы будете поучать меня, как о них заботиться вовсе нет, а просто они превращаются в маленьких дикарей, если я не даю им поиграть на воздухе детям нужно время для игр но им не разрешается никуда выходить эти стены пока, их дом и весь мир нормального время выбрали действительно погулять ночью, конечно вы не разрешаете днем выходить в город? снова нравоучения? нет, им нельзя выходить никуда и никогда дети всегда бесценны, но эти еще и единственные, что остались в Святом Катаре они наши сокровища, наша единственная надежда хоть на какое-то, но будущее ужасное то есть вы их как в тюрьме вообще держите здесь, в этом приюте? они не видят абсолютно, что за стенами находится? ой, жесть просто жесть, вот это жесть просто то есть вы тут как тюремщики, просто жесть ну ладно что вы можете сказать мне об этом рисунке и тексте? где вы видели око? уберите это от меня уберите успокойтесь, я нашел ту записку, она не моя не смейте это больше здесь показывать вы навлечете злых духов на последнее безопасное место, которое у нас осталось и? простите меня, сестра мама, Эвелина, все хорошо? я услышал как ты кричала о, Антун, мой мальчик, где ты был? мне казалось, я видела, как ты прятался от других ребят за большим деревом я улизнул, я лучший с тобой точно все хорошо? слава Господу, все хорошо, я просто испугалась кое-чего, но мне померещилось ой, привет, Антун вы знаете друг друга? откуда? я впервые вижу этого человека я забыл, ему не поздоровится, если я скажу, что видел его на озеро как мне лучше поступить? ой, что ж ты так проговорился-то? так нет, ну зачем мы будем мальчика подставлять-то? он нам помог, вообще-то я не собираюсь его подставлять я не знаком с мальчиком полагаю, что доброму христианину незачем лгать что ж, мне пора идти хотите спросить еще что-нибудь, пока я здесь? чуточку терпения, сестра, прошу вас а может быть Антону бы показать рисунок? может он бы смог что-то нам подсказать? действительно, потому что он здесь знает довольно много больше, чем должен а где отец Генри? может я мог бы сходить за ним? нет, вы не можете что за секретность? он занят богоугодным делом, вам придется зайти попозже ладно, этот мальчик Антон, как он здесь оказался? что еще за вопрос? не имею в виду, где его родители? Анита не смогла вынести ужасов этого места и времени бытия поэтому она наложила на себя руки и оставила мальчика одного в этом мире а его отец? не мое дело говорить о нем спросите Норина начальника полиции? а вы знаете другого Норина в этом городе? спрошу, если представится случай, спасибо может действительно сходить к нему? ладно, больше вопросов у меня нет, спасибо, что были так терпеливы думаю, что я уже не застану вас здесь, когда вернусь прощайте так, мы остались с Антуном, отлично может получится поговорить спасибо, мистер я совершил грех ради тебя отблагодари меня тем, что станешь слушаться Эвелину она просто пытается защитить тебя я знаю, спасибо я помогу вам, я знаю, где Генри отлично, видите, он в ответ нам поможет а где? он спрятался в исповедальне спрятался в исповедальне? зачем ему это делать? святой отец помогает злодеям расстаться с их гнусными душами спасибо, Антон и пока святого отца здесь нет, вы можете даже взглянуть на ту самую комнату что за комната, интересно? ту самую стой, я хотел бы тебе рисунок показать, ну да ладно ту самую комнату вот-вот, мне очень любопытно, что за ту самую комнату у нас новая появилась игра в прятки в исповедальне Антон сообщил мне, что отец Генри прячется в исповедальне и якобы помогает злодеям расстаться с их гнусными душами это только фантазии мальчика или что-то, что мне стоит проверить? а еще нужно спасти Мойша, вернув его в лоно церкви Эвелина безутешна, потому что человек по имени Рудольф Мойшек отрекся от Бога некогда он был образцовым католиком, помогал на местах и пользовался уважением окружающих она верит, что его еще можно спасти, если представится шанс, я поговорю с ним об этом ну поговорить-то мы, может быть, и поговорим, но я не буду его уговаривать абсолютно так, кукол мы смотреть не можем дети играют в тени высоких кипарисов ну да, когда же мы еще поиграть, если не ночью так, сюда мы не поднимемся так, а что за странная лестница, а как здесь перелазить нужно, что ли, чтобы подняться? жизнь после распятия, мать и ученики скорбят это человечество следовало распят на кресте, а не того, кто пытался его спасти трупы с голыми черепами в ночных рубашках, дети играют с ними жесть, ну приют, по ночам детей выгуливают никуда не выпускают, это тюрьма натуральная, заставляют их играть еще с какими-то шуткими такими куклами, которые любую детскую психику просто сломают жесть, жесть, жесть что за та самая комната? как туда попасть? мы ведь здесь не можем пройти Иван Котар, святой покровитель этого благословенного города так, ну нам нужно в исповедальню, понятное дело, но вот по поводу той самой комнаты, конечно, очень даже любопытно что за та самая комната? Антон сказал мне зайти в ту часть исповедания, где обычно находится Гэнри посмотрим что это? потайной ход, спрятанный под деревянными половицами хитро ага я думаю, что нахожусь сейчас примерно под алтарем что это за место? выглядит древним вот что это, это не просто исповедание, здесь секретный проход куда-то дверь дверь, там дверь, сюда мы можем пройти? налево нет, то есть две двери имя имена можно узнать Людевит Ромуалд Алоэзи Алоэзи Вы слышали, какой-то звук был здесь? кто-то ворчал или что? Леонард Вы слышали, кто-то здесь ворчит? слушайте, а что здесь Генри делает? Может он мучает кого-то здесь? Цирилл Реально где-то человек, или там все-таки, или тут? Яроним Что за жесть? Заперто, неудивительно, учитывая где я сейчас Так, ну, да нет, вряд ли Проверяем, может крестом можно, нет? Ну, только та дверь осталась тогда Там вроде справа проход есть, но мы не можем пройти слева вроде как Генри, это вы? У вас все в порядке? Бенедик? Как вы сюда попали? Не могли бы вы впустить меня? Мне надо с вами поговорить Нет, я выйду к вам, дайте мне минуту Он тут мучает кого-то, реально? Что там только что случилось внутри? Я рад видеть, что у вас все хорошо, Бенедик, но что вы делаете здесь внизу? Никто не знает о существовании этого подземного сооружения, только я и Эвелина Он уклоняется от ответа на мой вопрос Теперь я понимаю, что имел в виду Антон За этой дверью злодеям помогают расстаться с их гнусными душонками Он убивает здесь людей У меня много важных дел, поэтому говорите поскорее, пожалуйста Я просто любовался внутренним убранством вашей исповедания, и мне повезло, вот и все Предположим, я вам поверил, потому что у меня нет сейчас времени выяснять правду, что вам нужно? Будьте добры, взгляните на этот рисунок и текст Хм... Хорошо О-ка А это... Этак сидит... Любопытно Что именно вас интересует? Меня интересует, что ты там делаешь, хотя я понимаю, он скорее всего там мучает людей Пытает, может быть, их убивает Жесть Хм... Просто жесть Это око провидения? Может быть Эвелина думает, что это дурной глаз И вполне справедливо Соборяне используют глаз в качестве символа своего божества Косага, лунного демона Очень похоже на ваш рисунок У него две линии, которые оканчиваются крючками, но это точно так же может оказаться ошибкой со стороны рисовальщика Я знаю переводы этих латинских слов, но что вы можете мне сказать о них? А значит ли они для вас что-нибудь? Они звучат как заслуженное проклятие кому-то, кто совершил гнусное преступление Так что это значит? Я думаю, что видел похожие надписи на могилах на нашем кладбище Эпитафии? Именно Для тех, кто заслуживает вечных мук Есть один человек, который мог бы вам помочь с этим Грегор, наш кладбищенский смотритель Он день и ночь на кладбище, поэтому вы вряд ли с ним разменетесь Я говорю о кладбище при этой церкви, а не о том, что в лесу, конечно Благослови вас Бог, Святой Отец Я поговорю с Грегором Могу я знать, где вы взяли эту записку? Но я бы ему не хотел отвечать А тем более сразу же говорить, кто нам ее дал, потому что это может подставить Мостова Мне дал ее Мостов, страница вырванная из блокнота Виктории Как я и подозревал Не позволяйте этому сбивать вас с толку Вы должны выяснить правду, каковы бы ни были последствия Я не стоял бы здесь перед вами, не намеревайся сделать это, Святой Отец Хорошо, теперь если вы меня извините, мне действительно надо идти Приходите навестить меня попозже, если хотите поговорить в более спокойной обстановке На поверхности, не здесь Никогда не приходите сюда, Бенедек Еще только две вещи Комендант мертв Повторите Мы сделали то, что должны были сделать Иначе я бы с вами сейчас не разговаривал Боже милости Вы сделали доброе дело, брат мой Очень доброе дело Бог будет удовлетворен и твоя вера сильна теперь Мы должны обратить их всех в прах, найти, подвергнуть пыткам и истребить Только так этот город сможет обрести покой Вот этим ты и занимаешься Подвергаешь их пыткам и истребляешь Я не знаю, как Бенедек вот сейчас вообще к этому относится Так типа, ну окей, и все Подумаешь, тут крики человеческие, стоны какие-то Вот этот говорит про пытки и истребления И Бенедек такой, ну окей, я пошел, да? А ничего, что здесь людей мучают Ты вот это вот просто так оставишь, да? Что людей здесь мучают? Я этого Бенедека не понимаю Что это за место? Здесь праведники этого города находят свое последнее пристанище Однажды в этой крипте будет лежать и мое тело Но почему не на кладбище? Чтобы соборяне не смогли выкрасть наши тела Те, кто служат Господу, имеют для племени особое значение Мы стоим в секретной части старой церкви, построенной много веков назад Существование этого места хранилось в строгом секрете, о нем не знала даже Инквизиция Здания старой церкви сравнялись с землей, но эти комнаты остались нетронутыми, сокрытыми в тенях Но почему старую церковь снесли? Чтобы перенаправить верующих во вновь отстроенную церковь Девы Марии в лесу Каркаса Инквизитор Ульрик Инани верил, что это принесет веру в сердце тьмы и отведет зло План с треском провалился, и после того, как Инквизиция покинула город, церковь восстановили на старом месте под криптой Новая церковь, церковь Ивана Катара, была посвящена нашему святому покровителям Я вижу здесь семь статуй Это не статуи, а каменные гробы В каждом покоится один из семи учеников Ивана Катара Они защищали его при жизни, и потому было сделано все возможное, чтобы позволить им остаться как можно ближе к нему и после смерти Катара держали в крипте за этой дверью, пока я не решил принести его на поверхность Он заслужил право находиться там, где верующие могут поклоняться и ему отдавать данные уважения за все, что он сделал для святого Катара Послушайте, я могу рассказывать о нашем прошлом часами Идемте, я выведу вас отсюда, мне надо срочно вернуться к важным делам А зачем ей копировать надпись в ее блокнот? Может Генри был прав, полагая, что это эпитафия? Кладбище там, видимо, находится дальше, да? А мы можем вернуться сюда обратно? Отец Генри сказал, что у него срочные дела, и я смогу навестить его попозже А да, подумаешь, он там людей мучает, а попозже сойдем, когда он да мучает, да убивает там уже всех Да мелочи, он занят Я не понимаю Бенедека Да бегом нужно бежать к этому детективу Мостову За уши его сюда притянуть вот Провести его туда, в ту комнату, втолкнуть просто В запертую прям дверь снести, втолкнуть его И посмотреть на его реакцию Так, вот кладбище Склеп есть А тут, кстати, открыто, смотрите Имя Могила, могила, могила Что еще активно? Вот еще склеп есть Так, ну давайте С него начнем, наверное Осматриваться Нам, скорее всего, в тот, который открыт, нужно Не зря же он открыт Никаких имен на двери, только изображение звезды или цветка Или странного цветка в форме звезды Норин? Фамильный склеп начальника полиции? Хм А почему не пропадает курсор-склеп? Что такое? Монахиня, которой мы не заслуживали Эвелина Тук Как странно Дерево? Могила, дерево, дерево, могила Ида Ида посадила его, чтобы помнить о своей матери и своей вине Листья того же кроваво-красного цвета, как глаза ее матери в тот роковой день Ага Мелита Ловняк, любимая жена, мать и друг, покойся с миром, Мелли Здесь нет тела, но устроить могилу было верным решением Ее жизнь не должна быть предана забвению Что у нас тут появилось, кстати? Таинственная эпитафия Отец Генри сказал мне, что латинская надпись из записной книжки Виктории может быть эпитафией Он посоветовал мне разыскать Грегора, смотрителя городского кладбища Ну, он, наверное, как раз там в склепе в том делает что-то Два имени, Алоизий Томинич и Анжелина Томинич Родился в 1467 году, умер в 1533, имени нет, только надпись Молот Господа, божественный свет во тьме, защитник нашей веры, наш герой Подписано от прошлых, нынешних и будущих жителей Святого Катара И свеч горят Кто-то здесь ночью приходит, свечи зажигает Это было выкупано недавно, земля еще свежая и в яме копошатся лещинки Фома Сланш и Резика Сланш Пусть ваши души обретут дом, покой и рыбу Дом, покой и рыбу Ну да, шикарно Пусть ваши души обретут рыбу Что еще нужно душам? Рыба Голдин Голдин, должно быть это как-то связано с гостиницей, та же самая фамилия Напись на двери гласит «Светлая память Ивана, Марии и Нивса» Связано как-то с гостиницей, может быть попробовать ключ Катура? Нет, само собой Давайте еще раз на карту взглянем, Голдин Так подождите, Голдин это гостиница или это психушка? Я так и не могу понять Оно вроде как гостиница И внутри выглядит как гостиница, да, но при этом нам все говорят, что психушка это И вот я не понимаю, ну мы туда бегали, мы попасть туда не можем Что вот я и не знаю, ладно, идем сюда У вас там все в порядке? Кто здесь? Пришли обокрасть меня? Убирайтесь, я вас не знаю Вы должно быть Грегор А вам откуда знать, уходите Вы похожи на смотрителя кладбища Вам лучше уйти, мне не нужны незнакомцы на моей территории, вообще никто не нужен Да и что я могу украсть? Я только пришел кое-что спросить, меня направил к вам Генри Генри? Генри? Этот безумец? Что вам надо? Будьте добры, взгляните на это Инферно нуля, Трэдэмшо, это уж точно Уберите это от моей физиономии Зачем у вас записана эта чепуха? Вы видели этот текст раньше? Да, и я помню где Это эпитафия с одной из могил на здешнем кладбище? Нет, и я ничего вам не скажу, если вы мне кое с чем начало не поможете А чем же я могу вам помочь? Меня не волнует как именно, но если хотите, чтобы я помог, то вам придется это сделать Этот склеп принадлежит семейству Мерцель Да, я вижу имя наверху Замолчите и слушайте, я говорил, что Это семейный склеп Мерцеля и у меня не хватает одного покойника Его выкрали сегодня И что я по вашему должен сделать? Верните мне тело до официальных похорон Вы ненормальный, я не... О, да, еще как сделаете Сделаете, потому что я единственный человек в этом городе, кто может помочь вам с этой латинской билибердой Давайте, поспрашивайте у других, если не верите мне А мы не можем просто здесь не так много могил Вот просто потратить пять минут буквально пройти и прочитать, что написано на каждом камне Все, вопрос решен Нет, нам нужно, чтобы он показал нам именно И что мы сделаем? Мы должны труп найти где-то Жесть, это просто жесть Как это можно сделать? Я не понимаю, почему вы не можете пойти и отыскать тело самостоятельно? Я здесь ем, здесь сплю, и... Я все делаю здесь Это мой дом, и я никогда не выхожу за его пределы Вы не можете попросить кого-нибудь другого для вас это сделать Об этом никто не должен узнать Ни одна душа, понимаете? Иначе сделка отменяется Вы чего-то боитесь Заткнитесь и посмотрите в зеркало Это я-то боюсь Как это случилось? Я имею в виду, это же не ручку со стола украсть Я делал там уборку, приводил все в порядок, чтобы подготовить место для новенького Ранко Мерцеля Да, Ранко, да Можете заткнуться и выслушать Тело Ранко должно прибыть завтра утром, и я старался сделать его новый дом поуютнее Я замечательно все устроил, как и всегда, а потом решил ненадолго прилечь Знаете, просто прилечь и не спать Проблема номер один, это то, что я заснул Проблема номер два, и она посерьезна, это то, что я случайно оставил дверь незапертой А чье тело было украдено? Франа Мерцеля, они не тронули гроб его жены Яги, но это и понятно Как так? Люди слишком много болтают По округе ходят слухи, будто бы Франа похоронили с кучей золота И поэтому злоумышленники решили выкрасть его тело, а не просто забрать золото? Вы не дали мне закончить Он и был золотом, послухом его тело было нашпиговано золотыми имплантантами, пластинами и всяким таким Похоже, у меня нет выбора Это судьба, выбора никогда нет Вы заявились сюда, и теперь вам придется это сделать И у вас есть какие-нибудь предположения касательно того, кем были воры? Калеки, эти ублюдки пробрались сюда и вцепились в покойника, как собаки Никогда не видел, чтобы люди так быстро бегали Почему вы их не остановили? Я опоздал, они были уже по ту сторону стены Как я уже говорил, я никогда не выхожу за пределы своего дома И во словах полно противоречий Ну да Что значит, подождите, он сказал, что это калеки были и бегали, быстро не понял Вы сказали, это были калеки, не можете ли вы объяснить поточнее, что это за люди? Эти мерзкие твари вечно рыщут по кладбищу в поисках чего-нибудь мало-мальски ценного Сейчас вы должны, как обычно, меня перебить Я научился себя сдерживать Неплохо, они называют себя чадами Мойша Или это Мойша их так называют Не суть важна Это человек, о котором мне говорила Эвелина Они не сделают вам ничего дурного и не скажут ни слова Откуда вы знаете? Они не смогут Как так? Сами увидите Может быть у них языки вырваны И где я могу найти этих чад? Обычно они отираются в окрестностях бывшей школы В районе Куга? А вы что думали, что они потащат труп за 3-9 земель? Да, это в районе Куга, практически за углом То есть мне нужно забрать у них каким-то образом труп То есть мне нужно ворваться к ним Как Чак Норрис Всех их перебить просто, потому что они просто так не отдадут Соответственно придется бить морды Всех их там положить Найти где они тут труп спрятали Взять его и тащить по улице спокойненько Вот только вот ночью, подумаешь Идем, тащим труп на плечах Нормально Хе-хе-хе Тем более, что труп, скорее всего, уже давным-давно разложившийся вообще Что будет, когда я найду тело? Тащите его назад сюда Не спрашивайте как, потому что меня это не волнует Что я делаю? Это безумие Дайте мне хоть что-нибудь, что облещит задачу У меня проблемы со спиной Я не могу вот так просто таскать такие тяжести Вот, держите Мешок и веревка Замолчите уже, вы терзаете слух мертвых своим занудным благочестивым голосом Идите и побыстрее возвращайтесь Ой, ребята, жесть Ой, ребята, просто жесть То есть нам нужно сейчас Ну вот, получается, вот тут где-то, в общем, вот туда вот куда-то дальше топать Нам, как и кто-то говорил, что туда лучше ходить не надо Там школа И что-то там опасно, что-то такое В общем, мы туда и не ходили Но у нас нет других вариантов Я не знаю, как попасть в замок, поэтому Только этим нужно заниматься Что еще делать, я не знаю, ребята Так Стоп, подождите Но если мы сейчас Нет, стоп, подождите Это мы опять сюда А как мне Как мне туда попасть? Да что ж мне опять вот это показывает Тринственная эпитафия Вернуть украденные останки на кладбище Как правило, в районе Куга В районе Куга В районе Куга А, может быть, наоборот, вот туда нужно пройти куда-то Чтобы я что-то запутался маленько Что-то я маленько запутался Мы направо отсюда не можем пройти Отсюда мы попадаем только А, вот Вот еще куда можно пройти Стоп Вот так можно Да, это мы попадаем туда вот Чисто на кладбище Вот, а я же думал, а как же нам пройти дальше-то? Нам нужно пройти, получается, вот сюда Вот Но знаете что, ребята Давайте мы здесь с вами уже на сегодня прервемся Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании А как обычно, с вами был Зоди Удачи, друзья, встретимся в следующей серии Пока-пока Пока-пока